Вы слышали, что хоть чёрные дыра? Да, понял. Хорошо. Давайте по очереди. Давайте я вам расскажу. За позицию терпения я постараюсь где-то минут за 30-40 рассказать вам всю историю современной физики, включая самые модерновые вещи, какие делаются сейчас. Пусть только мне потом скажут, что я не главный человек города. А, ну это так. Значит, э, назад. Вот этот дядька, его зовут Кипторн. Из Калифорнийского технологического университета. Это, в общем-то, тот человек, который стоит за фильмом «Интерстеллар». А «Интерстеллар» снял, чёрт возьми, у меня из головы вылетело. Ну, он снял ещё «Бэтмена» последнего, знаете. Как его? Нолан. Спасибо, друг. У меня периодический провал их памяти. А музыку написал тоже отличный. Хат Симмерман. В общем, то, что надо. Но вся соль была такая, идея. Построить фильм исключительно на науке. Даже на самой такой, знаете, на грани фола. Чтобы никаких выдумок. Это вам не «Бэтмен», где можно там пускать. Вот именно современная наука, когда стоять за каждым. Ничего не должно быть ненаучно. Вот такая была идея. И вот я знаю один такой фильм. Это «Интерстеллар». При всём при том. А это Кипторн. Вот там на доске он пишет всякие уравнения, чтобы вы не подумали, что я вам лапшу на уши вешаю. Это вот всё расчёты, которые лежат во всей экзотике, которую показывают в фильме «Интерстеллар». Вот так. Ну, давайте начнём, наверное, тогда. Ну, что-то я не понимаю. Ну, всё. Что-то с электроникой. О! Ага! Не пугайтесь. У меня старая презентация, которую я рассказывал на арт-квартире. Я им показывал уравнения. Не важно, что вы ничего тут не понимаете, это не страшно. Я хотел начать с самого начала. Вот давайте так. Поговорим о физике, начиная с Максвелла. Заканчивая сегодняшним днём, и тогда вы в конце, наверное, поймёте, откуда взялась вся эта мистерия в «Интерстелларе». Заодно, может, те, кто не видели, потом посмотрите фильм, и вам он гораздо интереснее, чем те, кто его уже смотрели. Я так надеюсь, что это, по крайней мере. Ну, давайте начнём. Друзья мои, знаете ли вы, сколько всего типов сил существует в природе? Ну, давайте, кто, учились же в школе, правда? Ну, ладно, понял. Ну, все знают, что есть электрические силы, правильно? Ещё какие? Точно, ещё есть магниты. А электрические магниты, на самом деле, оказывается, проявление одной силы, универсальной. Знаете, у неё жуткое название, называется электромагнитная. Это понял великий Максвелл, и вот это всё выражается на языке уравнений. Вот эти уравнения, которые описывают всё-всё-всё про электромагнитные взаимодействия. Но, кроме электромагнитных сил, когда построили вот эту науку про электромагнитные взаимодействия, я вам хочу сказать, физики были на седьмом небе. А-а-а, спасибо. Физики были на седьмом небе. Но тут появилась ещё одна вещь, называется квантовая механика. Слышали? Оказалось, что, когда мы начинаем изучать атомы и всякие такие маленькие, прямаленькие частички, которые называются элементарными, там действуют совершенно дикие законы, совершенно непохожие, которые не описываются ни ньютоновской механикой, ничем. И вот, когда вот эти уравнения попытались применить к электромагнитному полю, выяснилась такая удивительная штука, что на самом деле электромагнитные взаимодействия это частички, которые называются фотоны. Вот смотрите, вы меня видите сейчас? Слушай, на рот какой-то пошёл, непонятно. Вы меня видите, чёрт побери? О! А почему вы меня видите? А по одной причине, что вот сейчас светит солнце, свет падает на меня, отражается от меня, попадает вам в глаза. В глаза там у вас сетчатка, всякие палочки, колбочки, это уже не моё дело по этому поводу. Но я хочу сказать, вы видите меня, потому что свет отражается от солнца к вам. А что такое свет? Это и есть электромагнитные колебания. Вот пример электромагнитного. Говорят, можно увидеть электромагнитное поле? Друзья мои, свет – это и есть электромагнитное поле. А ещё электромагнитное поле – это радиоволны, а ещё это рентген, который у нас просветили. Всё это описано вот этими уравнениями. Вот такая механика. Но вот это всё прекрасное чудо перестаёт работать, когда вы переходите на очень маленький уровень, на уровень атома. Там выясняется, что все эти уравнения уже не работают, а на самом деле свет и всё электромагнитное диво состоит из элементарных частиц, которые называются… Я уже говорил это слово, не слышу. Отлично. Я прям чувствую себя как-то концепцию. Понимаете, я почему так себя веду? Потому что я всё время должен перекрикивать вот эту фиговину. Между прочим, что бы вам было шатёрность сделать подальше от этих ребят? Ну ладно, ладно. Да. После долгих усилий физики построили науку, которая соединяет и квантовая, и электромагнитная. Называется это квантовая электродинамика. Я хотел про это рассказать подробнее, но не буду, потому что шумит машина, а вещи довольно сложные. Я вам только человека покажу. Это Фейнман, Ричард Фейнман. Я считаю, что он самый главный. Там три человека за это Нобелевское время даже получили. Итак, наука про электромагнитные взаимодействия есть. Какую ещё силу мы знаем? Ну вот есть сила, которую вы точно знаете, чёрт побери. Гравитация. Точно. Смотрите, я подпрыгиваю, опа, меня говорят, притягивает земля. Что это такое? Что означает эта сила притяжения? Это ещё один пример поля, но уже не электромагнитного. Какого? Говорят, гравитационного. Слушайте, мне так жалко на вас смотреть. Солнце светит вам в глаза. Вы на меня как-то там смотрите. Вы на что-то видите, ещё что-то слышите. Слушайте, вы герои, ей-богу. Вот такие вот уравнения для гравитации написал Эйнштейн. И тут я хочу сказать два слова гравитации. Гравитация – это совсем другая сила, которую тоже изучили в физике. Гравитация связана с совсем другой вещью. Гравитация – это не просто сила. Гравитация – это искривление пространства. Вот под действием гравитации тела падают на Землю. Под действием гравитации планеты кружатся вокруг Солнца и так далее. Правильно? Почему мы говорим, что Луна вращается вокруг Земли? Хотя я так понимаю, что есть ребята, которые не знают этого номера. Почему это происходит? Я вам сейчас хочу объяснить, почему. Оказывается, гравитация – это искривление пространства. Вот как это выглядит. Скажите, вы это видите? Это важно. Вот я бы хотел, чтобы эту картинку вы увидели. Видите? Смотрите, там простыня. Видите, шарики крутятся? Вот видите? Ну ладно. Смотрите, вот потому что в центр положили гирьку, она изогнула простыню, и вокруг нее крутятся шарики. Почему крутятся? Потому что гирька их притягивает? Нет. Потому что простыня искривлена. Вот гравитация – это искривление пространства. Даже больше сказать пространство времени. Мы с вами живем искривлено на пространстве. Это понял Эйнштейн. В этом его сила и величие. Так появилась наука, называется теория гравитации или общая теория относительности. Мы выясним много удивительных вещей из-за гравитации. Например, оказывается, гравитация регулирует ход времени. Например, чем сильнее гравитация, и то есть чем сильнее искривлено пространство, тем медленнее течет время. Вот знаете, как это можно проверить? Берется высокая башня, берутся двое часов очень точных, синхронизированных. Одни кладутся вниз, а другие на самый верх. А потом ждут полгода или год. А потом берут эти часы и сравнивают. И оказывается, что те часы, которые идут внизу на долю секунды, всегда начинают отставать от тех, которые идут наверху. Всегда внизу чуть-чуть меньше времени. Вот такие дела. А если гравитация была бы очень сильна, то разница между тем и тем могла бы составлять года. Например, вот это смешно. Но посмотрите, я вот ближе к Земле, мои ноги ближе к Земле, голова выше. Значит, для моих ног время идет чуть-чуть медленнее, чем для головы. Но разница составляет ничтожную долю секундности, еще на маленькую. Но на манере башни это уже можно померить. Можно померить это и по-другому. А бывают такие ситуации, когда гравитация. Вот еще один пример гравитации. Это гравитационное линзирование, всякие удивительные картинки. Это все доказательство того, которое ведут астрономы, что все, что я обговорю сейчас, это не вранье, а правда. Смотрите, я хотел вам показать. Вот, например, удивительная штука, черная дыра. Но это та картинка, с которой я начал. Впервые в этом фильме, кстати, была показана правильно черная дыра. Кип Торн, который делал расчеты, сам глубоко поразился этому факту. Смотрите, черная дыра. Я два слова скажу, что такое черная дыра. Вы, наверное, знаете, что и звезды на небе. Ну, звезды знаете, да? Почему звезда горит? Потому что внутри идет термоядерная реакция. Но звезда огромная, и гравитация пытается ее сплющить. Когда внутри термояд выгорает, звезда начинает сжиматься. И вот если у нее масса очень велика, она превращается в черную дыру. Черная дыра – это такая штука, откуда не может вылететь ничего, даже свет. И вот если вокруг этой звезды, около звезды, какой-то мусор имеет место быть, то образуется так называемый аккреционный диск. Вот, смотрите, вот он. Но самая главная фишка, что вот представьте себе, вот это камера, видите? Вот это глаз человека. Пространство вокруг черной дыры так искривлено, что если он будет смотреть, он увидит только не эту только часть, но и заднюю. Увидит ее вот здесь, потому что пространство искривлено, свет идет вот так. Он увидит вот эту картинку. Вот то, что вы видите сверху и снизу, это просто задняя часть диска, которая видна должна быть, потому что пространство так сильно искривлено. Никто этого не знал до того, как появился фильм, понимаете? Но это вот совершенно надежные такие проверенные штуки. Вот вам черная дыра. А это вот Эйнштейн, это его уравнение, это мы проедем. Ну ладно, давайте теперь дальше. Итак, уже мы обсудили две силы. Первое, какое взаимодействие? Электромагнитное. Второе, а есть еще два. Кстати говоря, я хочу вам сказать, чем Эйнштейн занимался последние 20 лет жизни. Он пытался доказать, что эти две силы, гравитация и электромагнетизм, это на самом деле одна сила. Вот как раньше мы думали, что электрические магнитные поля разные, теперь знаем одно. Вот Эйнштейн хотел доказать, что гравитация и электромагнетизм, это одна универсальная сила. И он пытался создать, написать уравнение для этой силы. Он потратил 20-30 лет жизни и ничего не сделал. Называется теория единого поля. Ничего у него не получилось тогда. И все физики сказали так. Поскольку у Эйнштейна ничего не получилось, это тупиковое направление, заниматься этим не будем. Так вот, сейчас физики строят единую теорию поля опять, совсем на другом уровне. Почему Эйнштейну не получилось ничего сделать? Потому что Эйнштейн учил только две силы. А на самом деле этих сил четыре. Есть еще две. Одна называется сильное взаимодействие, вторая слабое. Вы смотрите, тут для вас такую табличку сделал. Вот это значит гравитация, электромагнитная, сильная и слабая. Их еще называют ядерные. Эти два типа сил, о них можно увидеть только если вы смотрите на очень-очень маленькие расстояния, на манере атомного ядра. Вот там они видны. Я вот просто пример привезу, чтобы было понятно, что такое ядерная сила. Скажите, у меня такой вопрос пошлый ко всем. Вы в школе учились? Тогда, наверное, знаете. Если заряды одноименные, что они делают? Отталкиваемся. Теперь скажите, пожалуйста, возьмем атом. Вы знаете, что у атома есть ядро, вокруг летают электроны? Ой, слава тебе, Господи, а то меня уже сейчас Кондратьев возьмет. Ей-богу. А ядро состоит из частиц, которые называются протоны и нейтроны. Слышали? У протонов какой заряд? Положители. А у нейтронов? Нет. У нейтронов вообще нет заряда. Это у электронов отрицательный. А теперь скажите, пожалуйста, что должны делать протоны в ядре? А можно посчитать эту силу? Можно легко по закону Кулона. И вот если посчитать, окажется, что сила, которую ядро пытается разорвать, она примерно равна где-то 100 вагонов, которые нагрузили углем и поставили на рельс. Вот с такой силой маленькое ядрошко разрывается, должно. А оно не разрывается. Как вы это объясните? Вот, допустим, вы сейчас только про это впервые услышали. Добрый же люди разумные, правда? Не надо быть физиком, чтобы попытаться ответить. Совершенно ясно, что кроме этих сил есть еще какие-то, которые не дают ядру развалиться. Правда? Это и есть сильные взаимодействия. Ну, наука, они очень сложные. Про сильные, слабые я не буду. Что такое слабые, тем более не буду рассказывать. Но я хочу сказать. Итак, мы знаем, что есть четыре типа взаимодействий. Если мы хотим построить единую теорию воля, надо объединять не два взаимодействия, а все четыре. И вот теперь я хочу вам рассказать. Два взаимодействия уже объединены. И это не те, о которых думал Эйнштейн. Вы, наверное, думаете, а когда он к Интерстеллару перейдет? А я скажу так, спокуха. Сейчас перейду. Просто я перейду так, что вам будут понятны все фокусы в конце фильма. Это все вот отсюда растет, из этой науки. Посмотрите, вот здесь есть слабые взаимодействия и электромагнитные. Вот теперь мы точно знаем, что слабые электромагнитные – это действительно одна сила универсальная. То есть такое впечатление, что вот одна сила и есть. Вот как это все выглядит. Оказывается, эти силы разные только при очень низких энергиях. Вот если бы мы с вами жили даже не в центре Солнца, а где-нибудь в начале Вселенной, знаете, вот при таких температурах колоссальных, то все четыре взаимодействия были бы одним, единственным взаимодействием. А когда температура падает, они начинают разделяться. Мы говорим, смотрите, разные взаимодействия. А они разные только потому, что это артефакт низкоэнергетичной физики. Давайте какой-то пример приведу. При очень высокой температуре H2O всегда будет пар. Правда? Пар и все. А если температуру понизить, вы уже увидите, что H2O бывает и пар, и вода. А если еще понизить, еще и кусочки льда появятся. И вы вот, если вы марсианин, вы увидите этот лед, вода, пар, и будете думать, что это три разные вещи. Но если вы как-то все это нагреете, вы поймете, что это все одно и то же. Вот то же самое со взаимодействием, например. Только гораздо хитрее устроено. Но базовая идея примерно такая. Классно, правда? Правда, я хочу вам сказать, что по-настоящему объединить удалось только вот эти два. С третьим была возня. Модели, которые объединяют все три, получили на… Да, за вот это объединение получили Нобелевскую премию «Три физика». А за попытку объединить все три в одну упряжку, ну, они еще пока не закончены. Называется «Модели великого объединения». А вот если все вместе объединить, и вот тут начинается самое интересное. Физики сказали, теоретики стали заниматься этой наукой, полный рост, потому что тот… Все же понимают, что тот, кто напишет уравнение этой единой теории, станет самым великим физиком всех времен и народов. И не только самым великим физиком города или страны. Вообще всех времен и народов, понимаете? Это будет как бы единое фундаментальное уравнение в некотором роде всей физики. Поэтому теоретики за это вот как вдарились. И давай писать. Все это довольно сложно. Я хочу вам рассказать, что из этого получилось. Из-за этого получилась удивительная вещь. Появилась наука, которая называется теория струн. Вот теория струн – это и есть, грубо говоря, наука, которая объединяет все четыре взаимодействия в одно. Я попробую два слова сказать вам про эти струны. Это тоже такая прикольная штука. Что такое струна? Вот смотрите. Вот здесь такая картина. Яблоко. Видите, да? Представьте себе, что мы могли бы иметь такой микроскоп, что увидели бы атомы. Это чистое вранье. Атомы микроскоп так просто не увидишь. Но если мы возьмем атом, посмотрим, там есть еще более маленькая штучка – электрон. А есть еще протоны и нейтроны. Если бы мы протоны и нейтроны посмотрели при колоссальном увеличении, поняли, что они состоят в каждой из трех частиц, которые называются кварком. И вот если бы мы на этот кварк посмотрели под огромным населением, мы бы увидели, что кварк – это вот такая петелька, называемая струной, которая вот так все время осциллирует в очень странном режиме. Более того, если бы мы на любую элементарную частицу, на элементарную, посмотрели бы, так говорит теория струн, под очень мощный микроскоп, которого сделать нельзя, кстати, это только можно рассчитать и всякие последствия, мы бы увидели, что частица, все частицы – это вот такие петельки, которые просто осцилируют по-разному. Все это, понимаете, например, вот электрон, петелька, которая вот так осцилирует, кварт, которая вот так осцилирует, фотон тоже струна, которая по-другому осцилирует и так далее. Это единая модель получается. Почему так получилось? Друзья, если я начну это рассказывать, мне нужно три часа, и еще неплохо, чтобы перед этим прослушали пару курсов. Поэтому просто примите как бы на слово. Но самое удивительное началось дальше. Оказалось, что все эти уравнения работают только в том случае, если в нашем мире есть дополнительные измерения. И вот это уже был полный прикол. Вот про это я должен рассказать. Вот скажите, пожалуйста, вы понимаете, когда я говорю, что такое дополнительные измерения? Сколько измерений в нашем мире? Три. Ну, например, длина, высота и вот еще сюда. То есть три прямые взаимоперпендикулярные. Правильно? Так вот, теория Срун говорит, что это неверно. В нашем мире должно быть минимум 10 измерений. Десять. Ну, расскажете, не поняли. Ну, хорошо, три пространства измерения, еще есть время. А где еще шесть? А шесть остальных измерений, так говорит наука, должны быть скручены в очень такие маленькие удивительные цветочки, которые называются многообразия Калаби-Яу. Вот они. Ну, это вот, на самом деле, это очень хитрая вещь, эти многообразия, как они выглядят. И именно эти многообразия, вот эти высшие измерения, и проявляют себя, как свет, который идет от Солнца, как гравитация, которая меня здесь держит, как ядерные силы, которые не дают разлететься ядру и взрывают чертову атомную бомбу, как слабые взаимодействия, из-за которых Солнце зажигается гораздо раньше, чем должно быть. Это все проявления вот этих маленьких, скрытых измерений. Но они маленькие-прималенькие. Знаете, да какие они маленькие должны быть? Где-то 10 степени минус 33 сантиметра. Ну, это так, 0,320 и единичка сантиметра. Вот на таких масштабах они должны быть скрученными. Я вам еще не надоел? Точно? Я глоток кофе сделаю, можно? Потому что сейчас начнет самая крутая история. Это все была преамбула, а вот сейчас начнется реально крутая история. Теоретики, вам придется верить не опять же, потому что все эти исследования, они хруются вокруг уравнений. Вот теоретики доказали следующее, что возможно существование пяти непротивореченных теорий струн, которые непонятно как выбрать. Потому что каждый из этих многообразий математическое устроено сложнее, чем целый город с их всякими ходами, выходами и так далее. А многообразие этих гораздо больше, чем всех песчинок на всех пляжах мира. И как выбрать правильное непонятно. И вот вдруг оказалось, что это доказал физик по имени Эдвард Виттон, что все эти единые теории, они всего лишь следствия более одной фундаментальной, единой теории. И ее назвали магическая теория или М-теория. И самое главное сейчас вызов для всех теоретиков написать уравнение магической теории. То есть доказано, что такая модель должна быть. Знаете, это вот те из вас, кто хоть немножко учили математику, наверное, знают, что есть такая штука, это теорема существования. Вот можно доказать, что уравнение есть решение. Как правильно решить, а на практике нам именно решать надо, это гораздо сложнее. Так вот, он доказал необходимость, что на самом деле все эти разные теории, это всего лишь одна единая теория. И сейчас главный вызов написать уравнение этой единой теории. Это сделал дядька по имени Эдвард Виттон. Вы знаете, вот здесь в таких очках, обычно он в темных, и по молодости лет был, ну, вылитый терминатор вообще. И вот что вытекло дальше. Оказалось, что открыл Виттон, что да, по-видимому, возможно, единая теория, уравнение настолько сложилось, что мы никогда таких еще не видели. Вся наша математика, которую мы развивали столько столетий, просто пасует перед этой задачей. Там нужна новая математика. Сейчас математики в основном работают в этой области, они называют тот аппарат, с помощью которого можно будет описать уравнение этой единой теории. Но я хочу сказать главный прикол. Главный прикол выяснился, что должно быть еще одно измерение. Обязательно. Так вытекает из теории. И это измерение не маленькое, не скрученное, а большое, вроде вот такого, в котором мы находимся. Должно быть еще одно открытое измерение. Вы, наверное, понимаете, в этом открытом измерении оказался герой фильма. Наш мир должен быть похож на листик, который вложен. Дайте я листик покажу. Вот смотрите. Ночь научного хоррора. Классно, люблю такие вещи. Вот смотрите. Скажите, пожалуйста, листочек, видите? Это, если пренебречь его толщиной, это сколько измерений? Скольки мер? Два. Это двумерная поверхность. Она сейчас вложена в объем вот этого всего нашей атмосферы. Правильно? Вот она. Так вот, похоже, что наш мир устроен именно так. Наша Вселенная только трехмерная. Это как бы трехмерный листик. Представить это уже себе нельзя. Выложенный в еще одно огромное дополнительное измерение, которое называется Балк. А вот эту Вселенную называют Браной. Но тут возникли... Теория Браны – это очень хитрая штука. Вот здесь показано. Гаргатюа – это наша Брана искривленная и так далее. Знаете, вот про высшее измерение страшно любили рассуждать в начале прошлого века все спиритуалисты. То есть те люди, которые духов вызывали на блюдечках. Кстати, я недавно услыхал прекрасный прикол про это. Ну, знаете, у нас в пиротические сеансы, когда блюдечка там вызывают, вызывают духов. Был такой академик Александров, по-моему, и его то ли, понимаете, то ли дочка сказала, «Ты знаешь, мы с Зиной занимались, вот вызывали духа. Мы, говорит, вызвали Чехова и Пушкина, два часа говорили». И тут у Александрова лопается терпение, и он их уничтожает одной фразой. Знаете, какой? Вы сами подумайте, о чем Чехов два часа с вами двумя дурами будет говорить? По-моему, железно. Совершенно, да? Вот. Так вот, все эти любители вызывать духов очень любили рассуждать, что есть дополнительные измерения, и духи в нем обитают. Вы себе только представьте. Вот представьте себе «Бог, который живет, плоская, вот на этом листочке. Вот оно плоское. Оно живет только и ползает по этому листочку. Для него вот это измерение его не существует. А я трехмерный для него Бог. Вот он я. Вот я на него так смотрю. Я могу над ним рукой помахать, а он же не может вверх посмотреть. Он даже не понимает, что я его вижу абсолютно насквозь. Понимаете? Вот духи, заявления они, они вот там, типа в том измерении существуют. Вот если бы сейчас здесь были эти дамочки из начала прошлого века, им бы все это очень понравилось. Что физики вдруг стали говорить, например, то, что они говорили тогда, что должно быть одно еще открытое измерение. Только вряд ли бы они договорились насчет духов. Потому что, как говорится, о чем Чехов с вами двумя дурами два часа там. Понимаете? Вот смотрите, давайте немножко поупражняемся, чтобы попытаться представить себе вот это дополнительное измерение. Просто чтобы вас немножко шокировать, если у вас хватит пороху. Вот представьте себе, плоское существо живет вот на этой бумажке. А вот трехмерная окружность. Видите? Вот оно здесь живет. И вот, когда эту окружность касаются, оно увидит что? Вот это существо что увидит? Точку. Теперь, оно начинает проходить сквозь, и что увидит это существо? Вот такую штуковину. А потом, которая опять сжалась в точку. Оно будет долго обалдевать, представлять. Если кто-то возьмет из балка, из этой области, четырехмерную сферу, которую мы представить себе не можем, и сделает такую же игрушку. Ну, вот скажем, опустим, мы увидим, что из точки перед нами выросла сфера, и опять сжалась в точку. Сфера. Примерно вот такие вещи. Ну, это я все уберу. Это вот, был такой мотивация, который, это флотландия, опустим. Ну, вот здесь прикольно, жизнь во флотландии. Как они бы выглядят? Флотландия, слово флэр, плоский. Вот так вот смотрите, как юмористично выглядит двумерная жизнь с нашей точки зрения. Ну, вы себе представьте, как бы юмористично выглядим мы с точки зрения четырехмерных существ, если они могут существовать. Ну, теперь я, наверное, уже подойду к сути дела. Вот этот трехмерный куб, видите? Может двумерное существо его вообразить. Как вы думаете? Зато мы можем сделать так, мы можем разрезать кубик и показать его такой крестик. Вот это они поймут. Но они никогда не поймут другого, как эта штука собирается в один единый куб. Если мы нарисуем плоскому существо вот эту штуковину, он скажет, ну и что это? Мы скажем, это вот ты квадрат видел? Вот квадрат, это куб двумерный, а это куб трехмерный. Мы скажем, какой же это квадрат? Тут все стороны должны быть перпендикулярные друг к другу, они как-то пересекаются. Мы скажем, это только потому, что ты видишь проекцию, двумерную проекцию. Он скажет, да? А как это выглядит, он представить себе не может. А вот мы можем себе представить также четырехмерный куб. Вот это проекция четырехмерного куба. Вот вы видите, мишенину линий, да? На самом деле, это просто потому, что наши мозги с вами, увы, не могут представить четырехмерную структуру. А вот в этом фильме какие-то странные, как их называют, бейн, фронт зе балк существуют. Вот эти ребята могут, якобы. Теперь я хочу еще одну последнюю вещь вам сказать, плечи перейду уже просто к финишу. Смотрите, вот это брана. Брана. Я не могу нарисовать трехмерную брану, я всего-навсего трехмерный человек, понимаете ли? Но это как бы трехмерная брана. Оказывается, все атомы, из которых вы состоите, могут существовать только на бране. Соскользнуть с браной может только гравитация. Никакие атомы не могут существовать ни браной. Почему? Ну, поверьте на слово, это сложная наука, это правда. Но, оказывается, вне браны вот как все должно быть устроено. Вот это брана. Вот если возьмем расстояние отсюда до сюда в один километр, но если вы подниметесь на 0,1 миллиметра, это расстояние будет уже 100 метров. Если вы подниметесь еще на 0,1, это будет 10 метров. Еще на 0,1, это будет 1 метр. Вам нужно просто немножко приподняться над браной, и расстояние, которое здесь было много световых лет, окажется совсем рядом друг с другом. Воистину, если все это верно, то те, кто живут в этой балке, они круче, чем боги, о которых вы себе представляете. Вот такие вот возможности. Понимаете ли? Вот это и произошло с нашим Купером. Значит так, кто не смотрел фильм? Героя зовут Купер. Это космонавт, значит. А, это Лиза Рэндалл. Но эту секс-бомбу я вам не мог не показать. Понимаете? А это она, одна из главных специалистов по теории Бранд, какая есть только в мире. И еще она очень известна своими сексуальными скандалами. Это отдельная тема. Но Лиза, это круто. Я вам могу сказать. И та картина, о которой я вам сейчас говорю, вот эта модель есть с этими уравнениями. Это Лиза Рэндалл вывела на самом деле. Эту модель мы так и называем Рэндалл Сэндрум. Вообще говоря, ну Сэндрум неинтересно, обычный индийский буржит. Ты подумаешь, а Лиза, ну посмотрите сами. Правда, жена лучше. Гораздо. Вот теперь я вам расскажу, что же произошло в этом фильме. И те, кто видели. Помните, Купер упал туда, в эту кротовину, в черную дыру. Помните, да? Вон он, значит, туда летит у нас милой. А дальше получается такая штука. Якобы вот эти сущности из балка, как его называют, помещают его в куб. Четырехмерный куб. В одну из граней. Почему? Вот смотрите, здесь изображено трехмерный куб. Он как бы двумерный. Это для того, чтобы нам было проще все это представлять. Он может существовать только на этой грани. Понимаете? Только на ней. Но посмотрите сами. Потом этот куб приподнимается, и расстояние отсюда до сюда становится маленьким. После чего он благополучно просто может видеть комнату, из которой улетел. Можно вот так сказать. Вот это его дочка. Кстати, посмотрите внимательно, как идет свет. Вы уже знаете, что вы видите что-то, потому что свет отражается. Вот свет идет от его дочки, Мерф ее зовут. Идет вот так. Вот он ее видит. Но свет может и так идти, правильно? Поэтому если он сюда посмотрит, он увидит ее в другой позе. Если так, в другой позе. Он нужен увидеть что-то вот. Вот это четырехмерная картинка. Вот что он увидит на самом деле. Те, кто помнит фильм, помните, он видел их много. Вот оно объяснение, почему это происходило. Здесь дальше, если включить время, все становится еще сложнее. Вот это я все стырил из книжки, которую Кип Торн написал. Она называется «Физика интерстелла», где он все-все-все растолковал. Поэтому я вас очень прошу, если кто с Кипом встретится, не говорите ему, пожалуйста, что я это сделал. Потому что я дарушил закон об авторских правах. А у нас с этим... Ого! Понимаете ли? Вот кусочек из фильма. И мне осталось вам сказать, как же он ее увидел. Точнее, как он ей передал сигнал. Вот тут самое главное, еще одна фишка. Вот здесь, если у вас мозги еще не вскипели, и это тоже вытекает из основных базовых уравнений. Дело в том, что время в балке и время на брани идет по-разному. Значит, наш Купер со всему маху ударял по книжкам, как бы этим, да? Смотрите, что получалось. Распространялась гравитация вперед во времени в балке, но это означало, как ни странно, назад по времени на брани. Ой, я хотел вам рассказать еще про кротовые норы, но я уже, наверное, не буду. Я хочу вам просто подвести к итогу некоторую. На самом деле, все, что вы видели, за всем этим стоит самая модерновая, самая крутая физика. Возможно, мы там что-то неправильно понимаем, потому что, чтобы проверить эти вещи, нам требуется чрезвычайно мощный ускоритель, для этого строить большой адронный колландер и так далее. Но, судя по всему, главные выводы такие. В первой половине 21 века либо наша физика вся окажется неправильной, либо всем придется смириться, что, а, в мире есть дополнительные измерения, что мы живем вот на такой брани, что, возможно, вот это существует дополнительная балка, и что, возможно, существуют коротовины, если их удастся стабилизировать, и, возможно, можно действительно отправлять, путешествовать во времени, хотя это звучит дикой странно. занавес. Спасибо. Знаете, я вот думаю, если кто-то из вас понял хотя бы 5% из всего, что я вам сейчас рассказал, это круто. Я бы понял 1%, кроме шутера. Серьезно, на вашем месте. Попробуйте то, что вы не поняли, меня спросить сейчас. Ладно? Я буду пить кофе, окей? Ну? Слушайте, я мог говорить 2 часа или 3, но, первое, шум. И тогда, может быть, я бы какие-то вещи объяснил, поражевал, было бы по понятию, а то получился такой скид. Ну, во-первых, шум, а во-вторых, я вполне понимаю, что вы пришли все-таки не столько слушать, сколько питаться, правда? Я готов. Вы не задавайте вопросы. Да не бойтесь глупых вопросов. Давайте. Давайте вот это. Можно посмотреть это кино? Наверное, можно. Конечно. Но у меня его нет. Мы ходили смотреть его в кара. Но оно есть в сети. Что там? Классный, классный вопрос, между прочим. Я хочу сказать следующее. В нашу вселенную, если он попал в черную дыру, выйти не может, потому что для этого надо быстрее света. Но, может ли он выйти обратно в балл? Может, если там есть еще кротовина. Но кротовина, сама собой, там появиться не может. Значит, ее он должен кто-то сделать. Мы это делать не умеем. Мы только можем смотреть, пока что у нас есть вот такие лишения, не уравнение. Как-то елки, кто не знает. Ну, вот, примерно вот так. Да? О. Здравствуйте. 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 Про кротовину, то есть. Про кротовину? А, ну, это круто. Хорошо. Расскажу чуть-чуть. Кротовина действительно крутая штука. По-английски называется Вором Холлс. Значит, смотрите, как это было. Знаете, было еще одно фантастическое кино. Называется «Контакт». Не видели? Ну, у него два плюса. Оказывается, история для него тоже делалась с участием Кипа Торна. И там играла Джуди Фостер. Вот я вижу главные два плюса этого фильма. Все остальное так себе. Так вот. Был такой астроном Карл Саган. И он обратился, снял, хотел снять фильм, фильм «Контакт». И он к Торну, это во второй раз, Нолан просто понял, что у Торна есть уже рука в Голливуде. Обратился с таким вопросом. Скажи, пожалуйста, а вот можно нам придумать такую вещь, чтобы герой вошел вот сюда и вышел бы вот там на другом конце галактики? Ну, типа того. Ну, Торн сказал, ну, что, конечно, нет. А потом, значит, когда он ехал долго в машине, вдруг вспомнил, он начал вычислять на бумажке и открыл Кротовину. Что такое Кротовина? Это решение пространство. Я вам не зря говорил, что гравитация скреленное пространство. Представьте себе такую историю, что вот пространство, вот на нем есть две точки. Черт убери, давайте я лучше покажу на это. Там что-то было на презентации. Вот смотрите. Вот, скажем, это одна область, а вот вторая, соединенный тоннелем. Вот это называется Вормхолл или Кротовая нора. Для того, чтобы такая штука существовала, вот, и это представьте себе, что вот эта часть пространства находится здесь, на земле, а вот эта находится где-нибудь в туманности Андромеды. А расстояние вот, но это если вот так вот двигаться, вот там, а вот здесь расстояние может составлять метр, пять сантиметров. Вот такие вот штуки. То есть, как будто склеенные вот такими трубочками удаленные участки пространства. Но чтобы, ее назвали Кротовой норой. Но чтобы оно существовало, я тоже понял Кепторн, нужно, чтобы внутри было необычайно странное экзотическое вещество. Такого вещества мы никогда не видели и считали, что сделать не можем. Но потом, потом оказалось, что, судя по всему, подобное вещество встречается в лабораториях. Называется вакуум Казимира. Это долго объяснять. Ну, короче, стабилизировать их теперь мы понимаем можно. Действительно, технически как это делать мы не знаем, но на базовом фундаментальном уровне мы сейчас говорим о том, что можно. Но еще круче другое. Оказывается, вот эти кротовины можно превратить в машины времени. И это тоже он доказал. Короче, он приехал и двум своим аспирантам, Альферу, и еще одному я забыл об этом рассказал, в Калифорническом технологическом. Те загорелись, написали статью и отправили в журнал Криз Рэп Леттерс. А то, что, мол, если вы умеете это делать, мы сможем машину времени снять такие штуки. Через где-то, это такой престижный журнал, с эффект факторов выше семерки, что такой фактор не так важно, но вот показатель журнал. Где-то через месяц пришел ответ от рецидента, типа, вы, ребят, совсем уже там офонарели, да? Они тут же побежали жаловаться Кипу Торду. Кип Торду сказал, эх, молодая, зеленая, включайте меня, пришлось автором. Но они взяли статью уже с ним, отправили статью, взяли, естественно. Но потом, когда она вышла, все так тихо как-то обалдевали. И где-то вот, я помню, что год почти не было публикации на этот счет, если посмотреть по списку по литературе. А потом физики станет понемножку привыкать, потому что такая штука может быть. Итак, возвращаясь к итогу, кротовая нора это искривление пространства изменений в топологии в виде ручки, которая соединяет две удаленные области. Причем расстояние здесь может быть очень маленьким, а здесь очень большим. Если бы мы могли, это знаете, как кино, окно в Париж, помните? Прикольное кино, кстати, мне так нравится. Помните, там как раз открыло окошко, оба-на, вышел в Париж, кротовина это вот как раз вот переход вот это окно. Правда, конечно, вранье, потому что, чтобы такая штука существовала, вот эта фрамуга оконная должна быть заполнена вот этим экзотическим веществом. Оно жутко неустойчиво. Как решать такую значку мы пока не знаем. Но если наши далекие потомки, а эти ребята, вот эти с четырехмерной балки, судя по заму Сунову, это наши потомки. И мне это очень нравится, по правдой говоря. Если наши потомки разовьются, если у нас, мы не будем полными идиотами, не вкатимся в фундаментализм, если мы не начнем заменять науку на всякие шаманские пляски, тогда у нас есть надежда, что наши потомки все-таки это сделают. И мне бы хотелось в это верить, честная с вами. Давайте я вам дам микрофон, ладно? А то оно гудит, я не услышу. Ну, хорошо, допустим. Ну, ну, четырехмерное это уже время, мы уже движемся, куда-то передвигаемся, пятимерное, четымерное и так далее. А может такое быть, что на более высоких уровнях, точнее низких, мы обладаем сознанием по-разному, ну, в общем, мы живем в разных пространствах, я понял. количества пространств, и можем как-то по-разному мыслить. Окей. Ну, судя по всему, ой, ух ты, а что это вам раньше так тихо было? Я так легко перекрикну эти колепи штуковины, ну, 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 судя по всему, вы имеете в виду вот эти все дела, связанные с астральными, ментальными и тому подобное, вот эти, потеяло, да? я, конечно, больше вам скажу к этому поводу. Вы знаете, то есть, можем не насуществить, во-первых, поверьте, мне надо так легко оперировать терминами, когда вы говорите, время, дополнительные измерения, да, но это не совсем то же самое, что пространство измерения, правда? А вы сразу, ну, куча, ловись, это сюда, типа, вот мы развиваемся, да? На самом деле, время, это интересно, более того, я хочу вам сказать следующее, вот, знаете, вот у нас есть три пространства измерения, не временной, забудем пока про все эти экзотики, но, та же самая наука телегравитации говорит, что если вы сильно закрутите какой-то цилиндр, то еще одно пространственное измерение станет временем, у вас будет два времени, два, двумерное время и два пространства, вы можете эту картину себе в голове вместить? Ну, вот видите, а вы говорите, ну, на разных уровнях, на самом деле, все гораздо круче, и еще, если мы из себя представляем, мы системы из атомов, атомы, надо быть только нам ранее, трех измерений, но это не значит, что не может быть чего-то сверх нас, существующего, это явно не мы, а из чего оно может быть? В современной физике этого не знает, то есть одна вещь, которая может существовать, это гравитация, вот поэтому можете себе вообразить эту сущность, сделанную из гравитации, не все оставить фантазии, у меня уже дым изрушения идет, вот этот подойдет, поэтому не будет. Подумаешь? Ага, да, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Алексей, ну, у меня есть пятиклассы, вот астральное измерение, это какое измерение? Вы имеете в виду фильм астрал? Ну, так я вам могу сказать, по мне, что астральное, что ментальное, это все мысли производства нашего воображения, если мы стоим в какое-то измерение, вы понимаете, что как будто существует отечество. Я же немножко соревновализировал. Дело в том, что существует учение такое индийское, калача, когда-то увлекался всякой такой мистической ерундой, вот, и оно значит, что вызывает, что есть разные планы бытия, там, типа вот физический мир, а это называется, так называют, тонкий мир, астральный, ментальный и так далее. Слушайте, я вам скажу, знаете что, не давите меня этим, по-моему, это все ерунда просто. Это пора, но это по-моему, не обижайтесь, не переходя на личности. Что касается, что касается, что я хотел сказать, ладно, я вас прервал по условиям, давайте дальше. Вот оно. А что вы взяли, что астральный, это какое-то, потому что я это сказал, или потому что вы говорили, это что-то? А-а-а, не, ну, я не могу сказать, это мне с вами было бы очень сложно поговорить, там, это огромное, и так далее. А так, ну, что я так с порогу скажу, это не серьезно. Знаете, есть люди, которые говорят, о, я увидел, я знаю ответ, никогда не верьте. А вы что ответите, какой-то вопрос, надо очень нематерно изучить. И вот. Да, пожалуйста. А что, вы верите в Бога? Я атылист. Но это не значит, что говорить. То есть, я скажу, знаете, я атылист. и в этом смысле совершенно четко вам говорю. Но я вовсе не выяснил, что это есть. Я всегда говорил по этому поводу, есть Бог или нет, вряд ли зависит от того, что в этом какой-то эмоции будет. Да, пожалуйста. Как известно, свет, это не частица, и волна, правильно? А разве свет может быть не частица, и волна, это не частица, это не частица, Сказала, что свет или волна, или частица, то это бы означало, что квадратная механика не верна, верно? Ну вот, и теория струн в полном согласии с квадратной механикой. Стало быть, она не меняла. На вопрос классный, спасибо. Иногда мы за вопросы раздавали какие-то призы, я бы им дал точно. У нас один приз, если надо, то два, давайте, кстати. Вот джентльмену сто пудово. Джентльмену сто пудово. Игрушка. И кому-то еще или остальные такси вопросы будут? Ой, я забыл вопрос. Я бы девушке, без сомнения, девушке. Вот девушке, без сомнения. А что, все уже, да? Есть еще вопросы, друзья. Не стеснялся, я понимаю, что у вас протекло, и тема-то еще как-то переварится. Слушайте, я вам советую. На самом деле понять все, что я сейчас сказал, совершенно невозможно. Если вы чувствуете, а, либо некий перегруз, либо вы говорите, вот лапшу дышу, или что-то в этом духе, это вполне нормальное состояние. Я советую, залезьте в сеть, скачайте книжку «Физика интерстайла» и «Патомы», и попробуйте внимательно и почитать. И я понял, чтобы мне спокойно про те вещи говорить, мне подалось 20 лет жизни. А за 10 минут это не сделано. Так что, все нормально. Давайте поблагодарим нашим спукерам Артем Гюрид. Спасибо вам большое. Никогда не отказываться от анонсирования подобных лет, и прийти в чистом поле, под мостом, рассказать вам про физику высоких энергий. Его семье большое спасибо, которое пришло поддержать. И вам большое спасибо. Получается, друзья, у вас есть, чтобы погулять, и к нам в гости отрадет уже Роман Широухов, в ПХД в области истории и истории археологии, популяризма исторической новости, писатель, музыкальный путь, и кто говорит, мы будем о музыке ген-каря.